Многие знакомые удивляются, как мне удается покупать авиабилеты в 2-3 раза дешевле, чем другим. Некоторые не верят, что билеты за границу можно купить значительно дешевле, чем в пределах своей страны. Да, здесь есть несколько хитростей. Давно собирался написать этот пост и собрать все, что надо знать для покупки дешевых билетов. И вот наконец-то улыбка, какой сайт дешевых авиабилетов лучше инструкция, как найти дешевые авиабилеты, что такое календарь низких цен, как дешевле купить авиабилеты на прямые рейсы, как дешевле слетать за границу. В этой статье я не буду рассказывать банальности про мильные программы авиакомпаний, промокоды и о том, что билеты лучше покупать заранее на распродажах про это все знают. Постараюсь дать более практичные советы. Но начну все же с очевидного многие самостоятельные путешественники игнорируют чартеры, а зря это может существенно сэкономить деньги. Лайфхак 1. Первое, самое очевидное, это брать дешевые туры или билеты на чартеры при поездке за границу. Но учтите, что в этом случае вы ограничены либо количеством дней пребывания, либо при использовании билета только туда можете сильно дорого купить обратный билет. Один раз мне повезло купить два тура по цене одного перелета туда такое случается особенно часто в регионах, откуда не всегда есть прямые рейсы даже в Европу, а вот чартеры летают. По туру вы можете использовать только перелет, а поселиться уже там, где удобнее, либо устроить собственный трип по стране. Надо лишь следить за тем, чтобы обратный самолет не улетел без вас ведь чартеры часто переносят. Для этого договоритесь, чтобы турагент держал вас в курсе, или вернитесь в базовый отель за день до отлета. Планировать поездку лучше заранее и покупать единый авиабилет сразу туда и обратно. Обычно такие билеты невозвратные и все изменения возможно сделать только за дополнительную плату, поэтому поездку надо спланировать без изменений. Лайфхак 2. Билеты туда-обратно обычно стоят дешевле, чем билеты только туда, а затем обратно, поэтому всегда проверяйте билеты туда-обратно, а не только в одну сторону. Важно, не обязательно обратный билет брать из того же города, куда прилетаете. Главное, чтобы обратный билет вы брали в той же авиакомпании единым маршрутом выбирайте составной маршрут. Но учитывайте, что купив билет туда-обратно, если вы не полетите туда, то обратный билет пропадет. Однако, вы ведь можете заболеть и не поехать вовсе, и что тогда? Тогда даже невозвратный тариф можно вернуть, дополнительно купив страховку. Лайфхак 3. Опасаясь, что не сможете полететь, покупайте для поездки ту страховку, в которую включены не только мед. Услуги, но и отмена поездки это дешевле, чем покупать дополнительно страховку на сайте авиакомпании. Но внимательно прочитайте в условиях, что страхуется обычно страховка не возмещает убытки, если вы просто передумали, а вот если заболели и предъявили справку из больницы, то деньги вернут даже за невозвратный тариф. О том, какую лучше брать страховку в путешествии, я уже писал здесь больше чем больше чем. Есть мнение, что лучше всего подписаться на рассылки о снижении цен на билеты на сайтах авиакомпании, но это всего лишь хитрый трюк авиакомпании, чтобы получить ваш e-mail. Таким образом вы будете получать только рекламу и новости об акциях, которые и так всем известны. Поэтому достаточно подписаться на новости и акции от авиакомпании в соцсетях пользы будет больше. Лайфхак 4. Низкие цены лучше мониторить самостоятельно, так как действительно дешевых авиабилетов обычно мало, их быстро разбирают и такая информация никогда не доходит до рассылок. Но как правильно искать? Если из вашего города летает много авиакомпаний, то мониторить все сайты в поиске дешевых авиабилетов довольно сложно. Рассказываю, сейчас читают, туристическая страховка для выезда за границу, Таиланд, США, Европа и ДР. Личный опыт какой сайт дешевых авиабилетов лучше купить авиабилеты дешевой можно на сайте авиакомпании, а можно, используя сайты-агрегаторы. Где лучше? Если цена не так важна как авиакомпания, ждем распродаж на сайте авиакомпании, если важно купить авиабилеты недорого, и при этом вам все равно на какую авиакомпанию, пользуемся сайтами-агрегаторами, которые еще называют сайты дешевых авиабилетов. Причем, на этих сайтах можно найти низкие цены даже на лоукосты. Ниже покажу, как и где искать. Многие знают, например, Яндекс.Авиа, но не все знают сайты, где можно не только сравнить билеты разных авиакомпаний, но и подобрать самый дешевый месяц, а если месяц вы уже выбрали, то и самое дешевое направление, куда лететь. Это очень удобно, когда хочется слетать куда-нибудь, но дешевой. Лайфхак 5. С помощью сайтов дешевых авиабилетов можно найти самый дешевый город, куда полететь, а также самый дешевый месяц, а не только день. Где искать? Там, где цены не выше, чем на официальных сайтах авиакомпаний. Много раз сранивал цены в агрегаторах с ценами на официальных сайтах авиакомпаний. Пока что больше других мне нравится сайт Купи Билет. Ру иногда цены даже ниже, чем на сайтах авиакомпаний. Не знаю, как это получается, но всегда приятно купить подешевле, тем более, что никаких проблем с такими билетами нет. Можно после покупки позвонить напрямую в авиакомпанию и уточнить по номеру брони всегда подтверждают, можно не волноваться. Кроме того, на Купи Билет есть удобный сервис подборка смарт-маршрутов, стыкуют рейсы разных авиакомпаний, да еще бесплатно страхуют от опозданий на стыковки. Бонусная программа у них не понравилась, но в остальном все отлично. Хорошая служба поддержки. После покупки присылают смс с оповещениями о рейсе и напоминаниями чувствуется забота о клиенте, приятно. Как купить авиабилеты дешевой внутри страны не бойтесь рейсов с пересадками. Проверяйте также рейсы не только до конечного пункта, но и до других ближайших аэропортов. Например, собираясь на отдых в Геленджик, проверяйте рейсы не только в аэропорт Геленджика, но также в Краснодар. Оттуда добраться в Геленджик можно на автобусе всего за три часа, таким образом на авиабилетах в летний сезон можно очень хорошо сэкономить. Прежде, чем купить авиабилет, вспоминаем, что самая низкая цена обычно не включает еду, багаж, выбор места в самолеты и регистрацию в аэропорту внимательно читайте условия, что включено в перевозку. Например, в авиакомпании Победа за все это надо доплачивать, даже за багаж внутри салона берут деньги, тарифы СМ. Здесь, лайфхак 6. Чтобы летать дешевле, берите с собой только ручную кладь, чтобы не пришлось доплачивать за багаж, регистрируйтесь онлайн на сайте авиакомпании, а не в аэропорту, садитесь в самолет сытыми улыбка, однако учитывайте, что не все можно брать вручную кладь. Читайте подробно, что можно брать с собой в самолет. И также имейте в виду, что у разных авиакомпаний условия отличаются подробности вы найдете только на сайте авиакомпании. Сейчас читают, где лучше всего отдыхать с детьми. Если же вы летите семьей и у вас много багажа, то сперва посчитайте, сколько денег будет в итоге, цена билета плюс место, чтобы сидеть рядом, плюс багаж, плюс еда в самолете. Возможно, перелет на лоукостах в итоге для вас не выгоден, тогда выбирайте другую авиакомпанию и смотрите условия. Лайфхак 7. При поиске дешевых авиабилетов пользуйтесь фильтрами. Например, можно исключить из результатов поиска нелюбимой авиакомпании или искать только прямые перелеты. Вот еще полезные ссылки, куда полететь дешевле всего, из Новосибирской СМ. Здесь из Киева по Украине СМ. Здесь из Алма-Аты по Казахстану СМ. Здесь что такое календарь низких цен, если вы знаете точно, куда хотите лететь, то найти самые дешевые авиабилеты проще всего по календарю низких цен. Выбираем откуда и куда, а дальше открываем календарь, жмите в форме туда и выбираем даты с низкими ценами на авиабилеты, так, например, по календарю легко найти самые дешевые авиабилеты из Москвы в Симферополь или Милан, из Киева в Одессу и по любым другим направлениям. Как дешевле купить авиабилеты на прямые рейсы чаще всего перелеты с пересадкой дешевле, чем прямые, но это не всегда удобно. Поэтому, если вы хотите сэкономить, но лететь все-таки прямым рейсом, то билет надо начинать искать за 6 месяцев, используя календарь низких цен. Либо город, который вам нужен, надо искать среди Хидден Сити промежуточный город. Этот тревел-хак основан на том, что билеты с пересадкой бывают дешевле, чем прямые. Лайфхак 8. Пассажир не обязан лететь до конца, он может сойти на промежуточной остановке. Такие рейсы иногда бывают выгоднее, чем прямые. Этот трюк называется Хидден Сити. Объясню, что такое Хидден Сити. Например, вам надо в Париж, а билеты очень дорогие. Однако, вы узнали, что есть рейсы дешевле, которые летят куда-то еще, но останавливаются в Париже. Берем такой билет, но багаж регистрируем только до Парижа, а в Париже выходим. Готово. Имейте в виду, что это работает только при билете в одну сторону. Восклицательный знак. Восклицательный знак. Пример. Покажу, как это выглядит и где смотреть Хидден Сити. Надо улететь прямым рейсом из Москвы в Париж. Смотрим календарь низких цен, самая низкая цена 6348 рублей. Вот, если поищем рейсы с Хидден Сити, смотрим самые дешевые рейсы из Москвы с одной пересадкой, ставим галочку «Одна пересадка» как на картинке ниже, то находим, что перелет из Москвы во Франкфурт с остановкой в Париже стоит 3781 рубль. Просто регистрируем багаж до Парижа, ну, и выходим, соответственно, в Париже. Итого, прямой перелет до Парижа мы купили почти в два раза дешевле. Найти Хидден Сити непросто, но возможно, например, на сайте с Киплогет Англ. Сейчас читают, безвизовые страны, близкие и далекие как дешево слетать за границу авиабилеты и ищем также, как уже описано выше. Выбираем нужную страну и город. Только учитываем, что билеты в популярные города могут быть значительно дороже, чем в малопопулярные, из которых можно за копейки комфортно доехать на автобусе, а заодно и посмотреть еще один город и красивые места. Кстати, такие автобусные поездки особенно популярны в Европе. Лайфхак 9. Комбинируйте авиаперелеты с автобусными поездками. Если вы планируете посетить город, куда есть только дорогие авиаперелеты, проверьте цены на билеты в ближайших городах, а до основного города можно доехать на автобусе, так вы можете сэкономить на авиабилетах до 70%. Например, хочется слетать в Вену. Обычно в Вену авиабилеты стоят дорого. Открываем обычную карту и находим ближайшие города, куда авиабилеты дешевле, Братислава, Будапешт, обычно перелет дешевле в два раза, чем в Вену. Из Братиславы до Вены ехать 1 час на автобусе Фликсбус, стоит 5 евро. Из Будапешта до Вены ехать 3 часа на автобусе, стоит 14 евро. Фликсбус вполне удобный автобусный лоукост в Европе, много с ними ездил. Смотрите инструкцию, как купить билеты на автобусы Фликсбус. В целом, если без детей, перемещаться по Европе на автобусах очень удобно. При поездке в Италию большинство стремятся попасть в Рим, куда авиабилеты стоят очень дорого. Дешевле сперва прилететь в чудесный Милан, а затем на поезде в Рим, 3 часа. А можно сделать поездку еще интереснее заехать во Флоренцию и посетить великолепную Тоскану. По пути заехать в лучшие итальянские аутлеты обновить гардероб со скидками до 90% на лучшие бренды. Как узнать такие самые дешевые направления? Об этом я уже писал выше, но добавлю список самых популярных, из Москвы, самые низкие цены туда-обратно Братислава, Словакия, от 60 евро Кельн, Германия, от 70 евро Мименгенальгау, Германия, Мюнхен, от 70 евро Минск, от 70 евро Милан, Италия, от 85 евро, Рим из Киева, самые низкие цены туда-обратно Варшава, Польша, от 34 евро Тбилиси, Грузия, от 40 евро Прага, Чехия, от 45 евро О самом главном я рассказал, хочется лишь напомнить, что, лайфхак 10. Если вы нашли выгодный авиабилет, то лучше покупать сразу. Пока вы оформляете покупку, цена за вами фиксируется, но как только вы уходите с сайта, то в следующий раз цена может измениться. Еще не бойтесь открывать новое. Если вы привязаны к работе и отпуску вас каждый год в один и тот же месяц, совсем не дешевый для перелета, то хотя бы меняйте место отпуска. Лайфхак 11. Не бойтесь нового. Открывайте для себя новые места и страны. Парадоксально, но самые дорогие места в мире не всегда самые интересные. Например, каждый год вы привыкли ездить на море в Таиланд, обычно покупаете путевку в Паттайю, по месту берете через Турапиратор экскурсию, расширяете горизонт. В этот раз отправляйтесь в Таиланд самостоятельно и не в Паттайю, а хотя бы на отдых в Крабе или на райский остров Липе за меньшие деньги получите больше впечатлений. Один недостаток, попробовав раз, остановиться невозможно улыбка.